С Верой в спорт Джиу-джитсу Название очень интересное Очень непонятно, что это такое, откуда к нам пришло Ну вообще, в целом Джиу-джитсу пришло к нам из Японии Это Очень близкий родственник дзюдо Но я тренер не совсем по джиу-джитсу Я тренер по бразильскому джиу-джитсу Это искусство пришло из Японии В Бразилию, из Бразилии К нам в Россию практически сразу Давайте с японским сначала разберемся Потому что я начиталась информацией Оказывается, что это такой вид единоборств В отличие от китайских и корейских Когда человек уходит от удара Так плавно, ненавязчиво Так красиво Да, если так вдаваться в переводы То, по-моему, если я не ошибаюсь Джиу-джитсу или дзюдо переводится как Мягкий путь Что-то такое Но в современном, наверное, все-таки Джиу-джитсу, которым мы его рассматриваем Спортивно, наверное, все-таки это больше уже Спортивный раздел И не совсем это мягкое искусство Скажем так Вот, если мы говорим про японское джиу-джитсу То это так называемое классическое джиу-джитсу У них есть два подраздела Я могу сейчас ошибаться немножко Но, в общем, там есть... Это ваше право В общем, там есть раздел с ударами И есть без ударов Вот как раз тот раздел, который без ударов Пришел к нам в бразильское джиу-джитсу Он немножко переформировался уже там, именно в Бразилии И так появилось бразильское джиу-джитсу Относительно недавно Чуть меньше, наверное, где-то 100 лет назад Да, традиционно японское, я думаю, 16-17 Возможно Но они там приукрашивают, конечно, всегда То есть это там тысячелетнее искусство воинов Еще великие японские монахи Так что так Привез в Бразилию это искусство Мацуда Маеда Ему помог устроиться там в Бразилии Такой человек по фамилии Грейси И в благодарность за помощь Он вызвался научить сыновей его джиу-джитсу Так вот потихоньку-потихоньку И пришло джиу-джитсу в современный вид Как бразильское джиу-джитсу То есть оно там акклиматизировалось Да Напиталось культурой бразильской Так точно Там немножко подстроилось Что-то поменялось, что-то убралось Что-то добавилось и так далее Ну и, в общем-то, как бразильское джиу-джитсу Как вот сейчас оно в каком виде Это все-таки, можно сказать, такая разработка Вот именно семьи Грейси То есть иногда Даже так можно встретить Где-то называется не бразильское джиу-джитсу А Грейси джиу-джитсу Но это, как обычно, все думают, что они первые открыватели и так далее, и, в общем-то, хотят это все так поднести, что это мы придумали, это наше. Но на самом деле это все было уже до этого, до них. Просто они немножко вот так вот с коммерческой точки зрения подошли. Молодцы, очень предусмотрительно. Маркетинг все-таки рулит. Да, и потом, по сути дела, из джиу-джитс уже смешанное единоборство ММА. Это, по сути дела, тоже, скажем так, выдумало это Гресси, Карлсон Гресси. То есть UFC, всем известная, наверное, сейчас в UFC ассоциируется Нурмагомедов, Конор Макгрегор и так далее. Это тоже Гресси сделали первый турнир UFC, где они хотели преподнести бразильское джиу-джитсу как самый опасный вид единоборств, доминирующий над всеми другими единоборствами. И было так, не было никаких весовых категорий, были чемпионы, либо не чемпионы разных других видов единоборств. Бокс, там, не знаю, джит-кундо, карате, кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу. Это было восемь, по-моему, бойцов, там, уличный боец. В общем, было восемь бойцов, это они все дрались в один вечер. И первые три турнира вот как раз победил представитель бразильского джиу-джитсу, который был самым маленьким. Но в этом весь смысл был. То есть, получается, как один из постулатов бразильского джиу-джитсу, что техника побеждает силу, а маленький побеждает большого. — На практике он это показал. — Да, на практике он это показал. — То, что вы рассказываете, очень похоже, вот, знаете, в 90-х, начало 2000-х были популярны фильмы с Ван Дамом, там, где какие-то они собираются в какой-то там ринг, и разные культуры из разных стран, разные борцы там соревнуются. — Да, вот это как раз вот примерно то же самое было вот на этих первых турнирах UFC. Я, правда, конечно, точно не могу сказать, кто у кого эта идея успер, но, скорее всего, я думаю, что фильмы... — То есть, получается, это все примерно в одно время происходило? — Да, я думаю, да. — Классно. — И вот как раз это вот видеокассеты, я помню даже, я был совсем маленький еще тогда, вот, но я помню, что эти кассеты были, как-то назывался «Великий восьмиугольник», UFC тогда так переводили. И вот как раз эти турниры и были, переросли сейчас в UFC. — Круто. — То есть семья, я так понимаю, которая как раз стала вводить джиу-джитсу в Бразилию, да, и показывать, на самом деле, положение этого вида единоборства, она очень сильно поднялась. — Да, да, да. — Прямо не прогадала. — Да, и они там, ну, в общем, там у них были очень хорошие связи с политиками и так далее, и, короче, в общем-то, так. Там были такие случаи, что, мол, типа, они в газете давали объявление, что вот если ты такой... — Смелый, ловкий, умелый. — Смелый, ловкий, приходи, типа, мы докажем, что джиу-джитсу лучше. В общем-то, так они делали рекламу своему искусству. — То есть вызывали на поединки? — Да. — Круто. — А вот я сейчас вспомнила, поскольку про Ван Дамма, вы можете указать каких-нибудь голливудских звезд, вот из таких вот боевичков, которые занимаются джиу-джитсу? — Я боюсь, что это придется всех переназвать. — Серьезно? — Ну, вот так вот. — Ну, вот так вот. — Киана Ривз. — Да что? — Да, потом Эстон Катчер. — Угу. — Потом Форсажей снимался, который погиб. — Поняла. — Я даже не вспомню, как зовут. — Да, ему посмертно дали черный пояс, потом Гай Ричи, например, имеет черный пояс по-близьскому джиу-джитсу. — Но это все такие товарищи, которые в боевиках напрямую не сражаются? Не видела я такого, по-моему. — Этот лысый. Такой тоже очень известный. Как же его? Снимался в адреналине. Из Англии он. Да вы знаете. — Да, конечно, все знают. — Как его? — Товарищ из адреналина, будем так говорить. — Да-да-да-да. Ну, в общем, очень много на самом деле. — Много-много таких. То есть джиу-джитсу является такой вот культурой... — Певец, над которым все смеются, как он выглядит, как девчонка, типа все б-б-б-б. — Джастин Бибер. — Джастин Бибер. Пурпурный полис под джиу-джитсу. — Серьезно? — Да. — Класс. А зачем им всем вот это вот? — Я думаю, что это некое веяние моды, возможно. Ну и я так это может объяснить. Но это, в принципе, это как бы физкультура. То есть если это не брать спортивный аспект, то бразильское джиу-джитсу очень хорошо развивает вашу физическую форму, поддерживает, скажем так. То есть улучшает гибкость, выносливость, мышечный корсет укрепляет и так далее. И при том, что вам не нужно специально, например, делать растяжку для того, чтобы стать более гибким. То есть бразильское джиу-джитсу это во время тренировок делает само по себе. Поэтому в этом плане это такой универсальный фитнес. Давайте назовем это так. Ничего страшного. Я как бы подразумеваю вообще бразильское джиу-джитсу как коммерческий проект в целом. — Ну, конечно. Это с самого начала бразильского джиу-джитсу было понятно, что это коммерция. — Ну, как бы некоторые типа этого стесняются, но я не вижу в этом ничего. То есть, допустим, это все всегда на все расходы и так далее на плечах того человека, который это занимается. — В общем, так. — Это логично. Мы коснулись тренировок, что это комплексная система. Расскажите, как проходят тренировки? — Ну, на самом деле нет какой-то единой программы тренировок. То есть, допустим, это может быть по-разному. Но, по сути дела, там какие-то такие общие блоки есть. Это, допустим, разминка какая-то суставная. Она может длиться не так долго. Там, может быть, от 10 до 25-30 минут. — А что включает в себя? То есть, просто все группы мышц проработают? — Ну, основная разминка. Ну, это кувырки, там какие-то разминка суставов, основных плеч, там локти, ну, колени и так далее. Что потом там еще? — То есть, все тренировки не проходят на специальном покрытии? — Да, нет. Да, там мягкое покрытие татами, чтобы там все равно как-никак на земле большая часть времени проходят тренировки. Поэтому, чтобы никаких синяков и тому подобное не набивать, есть мягкое покрытие. Потом есть блок дрилов, так называемых. — Что это? — Ну, это, в общем, подводящие упражнения такие, допустим, как разбор, ну, постоянно повторение одного и того же движения. То есть, это как на нейронную связь, что ли, там, с телом, чтобы потом это как на рефлекторном уровне делалось. — Отработка упражнений. — Да, да, можно так назвать. — Ну, как в карате это уже самое есть. — Да, 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 все верно. Везде, как в боксе. В любой вид спорта это одно и то же. Просто он ограничивается определенными правилами, и все. — Ну, то есть, мы все одинаково двигаемся, и у всех есть и руки, и ноги, но есть, допустим, какие-то ограничения. Все, то есть, бокс и борьба — это одно и то же, просто не ограничиваются правилами определенными. Там бить нельзя, а там бороться нельзя. Все просто. Вот, и потом есть отработка техники, то есть, это уже именно наработка какого-то приема, допустим, или какое-то техническое действие. И спарринги, борьба по заданию и вольные схватки. Как-то вот примерно плюс-минус так. Ну, и это все еще может разбиваться на разные другие там подтренировки. — Когда спортсмены приходят, ну, начинающие или уже опытные, для чего они занимаются? То есть, для получения, есть система поясов, да, сколько, я понимаю, каких-то достижений? Как это подразделение идет? — Хорошо, смотрите, значит, скажем так, есть, типа, градация, да, мастерства человека. Это не обязательно должен быть спортсмен, есть люди, которые никогда не выступают на соревнованиях, но имеют черные пояса. То есть, это довольно-таки демократичный, демократичный, либеральный вид спорта. То есть, допустим, мне не обязательно быть суперспортсменом и выступать на всех соревнованиях, чтобы стать черным поясом и иметь очень высокие знания и качества своих знаний. Вот, поэтому кто-то выступает, кто-то нет, нужно тут тоже распределять, зачем человек приходит. Как правило, допустим, я могу сказать по своим группам, по своему залу, что, наверное, 80% из всех людей приходят не для соревнований. Но так как есть поясная система, это мотивирует людей. То есть, это определенный опять такой, можно сказать, коммерческий ход. — Такой крючок, да, который заставляет двигаться все дальше, все дальше развиваться. — Ну, то есть, допустим, если мы... В чем преимущество перед другими какими-то такими единоборствами, что во всех других единоборствах ты должен выступать на соревнованиях. — Ага. — Обязательный аспект твоего продвижения, скажем так, в этом спорте, да, допустим, это нужно победить там несколько раз подряд, чтобы получить там первый взрослый разряд или еще какой-то, то здесь не обязательно это. То есть, допустим, если ты постоянно занимаешься, то через какое-то время ты всегда получишь свой там черный пояс, если ты, допустим, у тебя цель черного. — Зависит от времени наработанных часов? — На самом деле тут такая, тут тоже опять система такая, она все сходится к маркетингу, условно говоря, да. Получается так, рассматривают много какие аспекты для промоутирования спортсмена или человека. Ну, промоушен — это, условно говоря, продвижение в следующий дивизион, да, то есть мы все приходим белыми поясами. Могу сейчас быстренько уйти, это белый, синий, пурпурный, коричневый и черный пояс. И после черного пояса там еще. — У вас какой? — У меня пурпурный, самый красивый, я считаю. — То есть вы поэтому черный не хотите, потому что пурпурный красивый? — Ну, черный хочу, но как бы пурпурный красивый меня пока все устраивает. Вот, и получается так, рассматривают несколько аспектов. Это выступление на соревнованиях, потом продвижение команды, то есть смотрят вашу лояльность к команде, как вы ее продвигаете в соцсетях, в том числе. Ну, это интересно. — Интересно. — Да, это как есть, так и есть. То есть, допустим, как вы продвигаете свою команду. То есть конкуренция среди команд большая, и все стремятся стать лучшей командой. Соответственно, если это лучшая команда, то это семинары, это платные турниры и так далее, и тому подобное. Поэтому лояльность к команде очень важна. — Давайте все перечислим, потом я буду забрасывать у вас вопросами. — Да, хорошо, без проблем. Потом смотрят, ну, немаловажный аспект играет вообще, какой вы человек. То есть, допустим, это нельзя быть подделкой в джиу-джитсу, скажем так. — Да, то есть вы можете быть сколько угодно крутым, ходить. — Строить из себя. — Да-да-да-да, так, с грудью вперед. Но если вас выигрывают все, то это будет... — В спаррингах. — Да-да-да. — И также то же самое, что вы можете говорить сколько угодно, что вы спортсмены, где-то вести не совсем здоровый образ жизни. Это тоже будет подмачивать вашу репутацию, скажем так. — И если застыкают спортсмены, в кавычках, в клубе с чем-нибудь эдаким? — Смотрите, тут такого как бы нет конкретно, что если вас застыкают с чем-нибудь, но вы всегда должны вести себя достойно. Если вы ведете себя недостойно, вас исключат из команды. То есть у нас есть там прецеденты, что людей из команды просили уйти. — То есть есть какая-то этика джиу-джитса? — Да. — Да, об этом тоже позже еще поговорим. Дальше. — Ну, так, соревнования, качество вашей борьбы, лояльность команде, ну и качество как человека. Наверное, это такие-таки аспекты, на которые себя смотрят. — Основные составляющие. — Да. — Кто решает, принимает решение о присвоении поясов? — Так вот, да, это глава команды, допустим. Это обязательно должен быть черный пояс, потому что не черный пояс не может выдавать пояса, промоутировать. У нас получается так, что если ты черный пояс, ты автоматически становишься условно профессором. То есть как бы есть такая, типа... — Смотрящим таким, надзирателем. — Такое слово, конечно. — Сенсеем. — Ну да, да, сенсей. Учитель, там, профессор. В общем, проще говоря, это профессор. И он решает, когда ты достоин пояса, когда ты недостоин. — И остальным участникам команды ничего не остается, как покориться его воле. Он единолично принимает решение? — Да нет, нет, нет. Это все равно как-то, допустим, если у нас наш глава команды, он бразилец, живет в Праге. — Да? — Да. Он приезжал в Киров, ну, как-то года два назад. В общем, он не видит всех аспектов тренировочного процесса. Он как бы следит, но он не может за всеми уследить. То есть, допустим, филиал у наших команд, два в России, три, три в России недавно еще, из Набежных Челнов появился. У нас есть в Ирландии, потом есть в Праге, в Германии. — Это все одна команда? — Да. Но это у нас команда очень многочисленная, на самом деле. — Сколько человек? — Ох, не знаю, может быть, человек 200-то есть. Но это по всему миру, 200-300. — Но это, получается, элита, избранные какие-то, да? — Ну нет, почему? У нас очень молодая команда, на самом деле, и есть команды гораздо круче и многочисленней. Но, соответственно, на мировом уровне в России, наверное, нет команд такого прям супермирового уровня пока что. — Класс. То есть нет такого уровня, как ваша команда? — Нет, как в мировом уровне команды. То есть, допустим, мы все равно, вот как сейчас, если мы разговариваем, то мы позиционируем себя как российская команда. Вот, и ни одна российская команда пока не достигла уровня мирового там... Я могу сейчас назвать команды, но они ничего не скажут. — По навыкам или по каким критериям не достиг? — В общем, смотрите, ситуация такая, что в России это довольно-таки молодой вид спорта, и у нас, допустим, где-то, может быть, лет 15 от силы этот спорт. И черных поясов у нас, может быть, человек, не соврать бы, но 30, может быть. — 30 человек на всю Россию? — Да, и чтобы вам так сказать, ближайший сосед у нас Польши, допустим, там более 300 поясов черных. Ну и, соответственно, имейте в виду, чем дальше, чем ближе к Бразилии, тем больше этих черных поясов. — Давайте разбираться еще с категориями. То есть вот лидер команды, которую вы называете российской командой, он бразилиец, который проживает в Польше? — Лидер вообще команды нашей Джангл, у нас называется Джангл Бразилия, да? Он живет в Праге, он бразилиец. Но в России есть тоже главный тренер, тоже черный пояс, Денис Мугафин, он живет в Уфе. — Так что вот так вот. — То есть не совместно принимают решение, а продвижение? — Ну, совместно, допустим, со всеми тренерами команды у нас проходят два раза в год сборы, общие сборы. — В Бразилии? — Нет, в Башкирии, ну, в Башкирии и тут вот в Кире, в Котельниче. Котельниче тут столица джурджицу. — Джурджица Кировской области. — Вот, в общем, так. — Повезло, да? — И, значит, так, когда мы все вместе собираемся, мы, в принципе, принимаем решение. Я, допустим, могу, как от Кирова, могу заявить, я бы хотел видеть на промоушен тех-то, тех-то людей. Все, как-то так. Во время всех сборов тренер смотрит. И в последний день, это такая торжественная часть, польский коридор, все бьют поясами. И тогда я вам потом покажу видео. Ну, в общем, такой определенный обряд инициации, что ли, если бы так можно назвать. При получении пояса все люди становятся в две шеренги. Человек, который удостоился чести получить новый пояс, пробегает туда-сюда. Ну, кто-то идет, и все его лупят по спине поясами. — Какая прелесть. — Такой, такой себе. Но на эмоциях все забывается быстро. — Понятно, кто как сильно ударил из сокомандников. Есть ли какой-то уровень мастерства, который должен достичь человек, повышая свою квалификацию и пояса? То есть, допустим, есть определенный набор критериев, которые должен получить на первый пояс. На второй пояс там уже что-то посложнее должен выполнить. — Да, я понял вас. Смотрите, как такового критериев нет. Есть команды некоторые, у которых есть такие критерии, да, то есть, допустим, это выходцы из какого-нибудь айкидо или карате. — У которых есть система. — Да, у них есть система, условно говоря, как они получают пояса, там, ката и так далее и тому подобное. Они приводят тоже бразильское джиу-джитсу к этой системе в некоторых командах. То есть, допустим, ты, чтобы стать синим поясом, должен уметь несколько техник, несколько выходов из болевых и несколько болевых и так далее. И постепенно с уровнем повышения пояса, соответственно, требования увеличатся. У нас в команде нет таких критериев. То есть, тренер сам по себе решает, смотрит на качество борьбы и потом принимает решение, стоит давать пояс или не стоит. Ну, поскольку мы видимся все равно, как минимум раз в год он видит всех, то он какие-то там заметки делает и уже потом решает. — То есть, по сути, он несет ответственность за тех ребят, кого он продвигает. — Ну, все верно, да. — Продвижение команды в социальных сетях и вообще, то есть, промоушен какой-то команды вы говорили, что это значит, для чего это нужно? Ну, понятно, маркетинг, но это увлечение все большего и большего числа последователей джиу-джитсу бразильского здесь в Кирове. — Все верно, да. — То есть, он должен зарекомендовать себя как один из идеологов? — Да не обязательно, просто он должен быть лояльным к команде. Просто он должен, у нас нет такого запрета, допустим. — Там селфи, вот мы на тренировке, вот я в спарринге. — Да, условно говоря, так и в том числе так. Но и как человек он должен быть достойным, чтобы люди, которые знают его, допустим, не со стороны, допустим, как спортсмена, а со стороны, как человека, знали, что он занимается близким джиу-джитсу. Вот, и это утрированное, я говорил, конечно, что продвижение в соцсетях, да, но... Как бы в любом случае мы хотим, чтобы больше народа занималось близким джиу-джитсу и так далее. Это близкое джиу-джитсу — это не совсем спорт как спорт, да, это больше сейчас как лайфстайл такой. То есть у нас соревнования, это всегда отдых. То есть нет такого настроя там на соревнования, что я еду убивать там, ну, на войну некоторые едут как на соревнования. — На щите или по щите? — Да-да-да, ну, это, в общем, вот такие, типа, такие прям фанатики какие-то, я не знаю. А у нас больше же всё-таки это как такое братство, что ли, это клановость какая-то определённая. Мы ездим веселиться, мы не ездим, типа, кому там уничтожать. — То есть вся эта система, чтобы всё шло, ну, скажем так, в кайф, да, приносило удовольствие, потому что это удовольствие и польза тела, душе, польза всему пользу. — Да, 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 философия такая, что мы отдыхаем вместе, мы тренируемся вместе, мы соревнуемся вместе, и мы помимо зала тоже где-то всё время вместе. — Ага. Отсюда переходим к этике джиу-джитсу. Есть ли там какие-то определённые показатели, критерии, вот вы говорили, что не посрамить честь братства и прочее, прочее? — Основная суть в том, что мы хотим, чтобы люди были достойны, те, кто занимаются. Мы не хотим видеть в своих рядах каких-то, может быть, отмороженных совсем, которые, я даже не знаю, не знаю, что сказать там. — Это не толерантно. — Да, да. То есть мы хотим видеть достойных людей, нормальных, с обычными человеческими, как сказать-то, понятиями никак, как-то слово подобрать не могу. — Но всех же это разное. — Общечеловеческие такие, как бы, ну, там, быть отзывчивым, я не знаю, быть, там, добрым, не злым. — Нравственным, таким образом, да. — Не обижать маленьких, помогать бабушкам. Ну, то есть, чем больше вокруг будет таких людей, тем, как бы, получается, мы будем менять себя, свое окружение и, там, мир, скажем так, к лучшему. Такого плана. — А если человек, скажем так, ну, не совсем пока соответствует вашим моральным, этическим представлениям положительным, но он хочет заниматься джи-ву-джейцу? — Ну, на самом деле, люди всякие есть. То есть я не скажу, что у нас нет каких-то там... У нас все люди с какими-нибудь... — Тараканчиками. — Тараканчиками, да. То есть у всех есть что-то, но понятно, что в рамках все разумного. То есть нет такого, что вот ты там такой, значит, ты нам не подходишь. Нет, такого нет. То есть есть люди, которые просто занимаются, есть люди, которые просто тусуются, есть люди, которые просто им нужен спорт, и они выступают на соревнованиях. То есть как бы единого какого-то критерия нет. Но есть как бы вообще такие человеческие ценности, которые я бы хотел, чтобы люди все соблюдали. Все просто. Ну, так вот. Но я думаю, это везде так. То есть это просто об этом может быть как-то... — Мало кто так открыто об этом говорит. — Да, да. Но я думаю, что это везде. — Но все-таки коллектив решает. — Ну, конечно. — Во многом. — Я думаю, что в боксе, в самбо и так далее, я думаю, вряд ли кто-то хочет видеть каких-то таких людей. — Да, почти такие не выдержат. — Да, да, возможно. Или выдержат. — И каждый, с другой стороны, каждый найдет спорт по себе. — Да, все верно. Каждый. — Каждый. — А о вашем братстве, я хочу спросить, там девчонки-то есть у вас? — Есть. — Много девчонок по Кирову занимается джи-джитусу сейчас? — Сейчас я вам скажу. — Ну, вот конкретно сейчас занимаются у нас в нашей команде в Кирове это пять девочек. — Так, занималось всего 200 человек у вас в команде. Пять девчонок — это очень немало. Вот именно по Кирову, если говорить. — Да. — А все в Кирове сколько человек занимается? — О, я даже не знаю. Сейчас вот еще одна команда есть. Я даже не знаю, сколько у них там может быть человек. Без понятия. Если честно, может быть человек 15-20 у них. Потом у нас с детьми вместе человек 50, может быть. Наверное, я вам наврал насчет 200 человек. Я сейчас думаю, и я думаю, наверное, больше все-таки. — Да, наверное, больше. — Может, да. Не могу сейчас сказать даже. Давайте там цифры 500, может быть, человек. Может быть, меньше. — Чем больше, тем лучше. — Да. Человек может так, около того. То есть вот по Кирову занимается человек, наверное, 60-70. Я думаю, так. — Ну, плохо. — Ну, да. — Ну, плохо. — Ну, это с учетом двух команд. — Ага. Кстати, как вы сами пришли в джи-джитсу? Каков ваш спортивный путь? — На самом деле, значит, я далеко был не спортивным человеком до 21 года, наверное. Сейчас я вам скажу. Значит, ну, в детстве я вообще не отсюда. Я жил в Казахстане до 13 лет. Там у нас была рядом с домом секция рукопашного боя. Я ходил туда, потому что отец говорил, надо ходить туда. Я ходил. Потом, когда мы сюда приехали, я какое-то время ходил в кейпоксинг. Ну, это было такое, не сказать, что прям какое-то стабильное посещение. Это было так. Типа не понимал, зачем мне это надо. Ну, просто ходил. — То есть это же было не ваше самостоятельное решение? — Да. Ну, можно так сказать, просто там родители всегда заняты, надо ребенка куда-то пристроить. — Спихнуть? — Ну да. В общем, так вот занимался. Вот. Ну, и в 21 год я почему-то решил, что я хочу заниматься спортом и начал заниматься тяжелой атлетикой. Это вообще, конечно, не единоборство. Но так я пришел вообще в джиу-джитсу. Это, наверное, не знаю, сколько футбола. В общем, я увлекался футболом. — Ничего себе. — Да, но... — Мотнуло-то вас как? — Да, но я не играл в футбол, да, соответственно. Другими делами занимался на футболе. И как-то почему-то в какой-то один момент мне тяжелая атлетика надоела. И не знаю, я пошел просто с ребятами, со знакомыми. Они ходили на ММА. Но мне как-то не... Мне уже на тот момент уже удары и драки, скажем так, устал от них. Ну, не хотел этим заниматься. И просто ходили на борьбу, когда день борьбы был. Ну, это не джиу-джитсу было тогда. Это просто была какая-то смесь там, может быть, вольной борьбы и что-то такое. Потом я увидел где-то ролик по джиу-джитсу. Думаю, блин, прикольно, наверное, я бы позанимался. Но поскольку в городе не было этого единоборства, и мне тот тренер, которого мы занимались, сказал, ну, почему бы тебе не повезти группу? Я так, ну, ладно, окей. И, в общем, вот так вот. — То есть они потом нарабатывали себе, да? — Базу, знания, опыт, навыки. — Ну, YouTube, да, типа. Все банально и просто, типа, просто смотрел YouTube. У меня была группа в два человека, и мы вот занимались этим. Так постепенно, постепенно. Потом меня познакомили из Уфы с человеком, который занимался близким джиу-джитсу, был тогда синим поясом. И вот мы через меньше, чем сколько, в 14-м году я начал заниматься. В 15-м году мы поехали на сборы. — Так. — И все с 15-го года... — Это же какие-то междугородние, да, сборы российские? — Да, вот в Башкирии у нас проводятся сборы, как правило, там в горах. В общем, вот и так мы начали развивать джиу-джитсу в Кирове. — Классно. — Да. Вы упомянули о том, что ходят с детьми прямо на занятия. То есть с какого возраста детей можно приводить джиу-джитсу? — Я тренирую от трех лет. — От трех лет? — Да, ну, конечно, это не борьба. — Это подготовка, получается, физически-набородская. — Да, надо понимать, что это такая детская физкультура с элементами борьбы, где мы учим детей правильно падать, кувыркаться, отжиматься, прыгать, бегать. Но и там такие какие-то очень самые простые вещи по борьбе. Очень простые. Но на самом деле это, наверное, один из самых лучших единоборств, если можно так называть в контексте детей. Для детей, да. — Почему? — Потому что, ну, во-первых, нет никаких ударов. Во-вторых, нет никаких бросков. — То есть меньше травматизм получается. — Да, все верно. Нет никаких бросков. Во-вторых, если мы говорим про кимоно, то это все тяговые какие-то движения, толчковые движения, что развивают опять мышцы у детей, укрепляют их спины, ноги и руки. Все вот так вот как-то. — Замечательно. Показания, противопоказания? — Ну, я думаю, что так, если там никакой астмы и тому подобное нет. Ну, мы, как правило, берем просто справку от врача, чтобы врач разрешит ребенку заниматься. Но я вообще сторонник того, что если человек сам смог прийти в зал, то, значит, у него, в принципе, можно ему заниматься. — Уже есть желание, это самое главное. — Да, да, есть ноги. Вот, а так у нас, допустим, из Уфы есть парнишка с ДЦП. Он, когда его привела мама, в принципе, он сам не передвигался. То есть очень плохо. И сейчас он, в принципе, сам ходит, уже сам за собой ухаживает. Ну, в общем-то, это как бы так для меня такой показатель, что ли, какой-то, что это. — То есть физкультура, спорт, общение в команде дружных единомышленников, помогает развиваться всегда. Это круто. Как вас найти, как на вас можно выйти? — Наш зал находится по улице Труда, 84А. Нас можно найти в соцсетях, ВКонтакте. Меня можно везде найти в Инстаграме, написать мне, позвонить. Все телефоны и тому подобное там в соцсетях присутствуют. Можно просто позвонить и сказать, я хочу заниматься, хочу стать лучше. Да, хочу развиваться. Итак, джиу-джитсу, как выяснилось, это больше, чем спорт, потому что спорт для себя, для своего развития. Занимаются те люди, которые хотят получить удовольствие от того, что они делают, с определенными этическими, эстетическими представлениями. — Да, все верно. — Поэтому, если желаете стать частью братства команды джиу-джитсу здесь, в Кирове, то вот обращайтесь к Станиславу Меркулову, он будет рад, правда? — Да, очень. Всех ждем. — Да, это была программа «Свера в спорт». Сегодня говорили мы о джиу-джитсу, еще одной системе единоборств. Станислав Меркулов был у нас в гостях, это тренер по джиу-джитсу и не только. — Все, всем спасибо. — Всем пока. — До свидания. С верой в спорт.